всем привет друзья очередной выпуск канал осязаемая музыка ну вы все это прекрасно знаете ну что среда и мы сегодня с вами у нас сегодня пойдут такие не сегодня вообще пошли и рэп-пати рэп-вечеринки да ребят у нас сегодня опять рэп но если в субботу был выпуск группе из нью-джерси да то есть это восточное побережье америки по сегодня у нас западное побережье америки поисков вспомните в 90-х все любили показывать ну короче говоря у нас сегодня как вы уже видите по названию да и по-по превьюхи у нас сегодня луни из operations так альбом 95 года культовый альбом платиновый альбом в общем ребята альбом вышел в 95 году и все вы оттуда знаете и сто процентов слышали в 95 сингл агет фары да слышали вот и я думаю что слышали ну крутили его у нас вообще везде ну и это платиновый сингл да он был платиновый кей весы германии альбом был платиновый в штатах и композиция сама продержалась в чарте ход рэп там хит с билборд недели две ну короче самый известный хит группы и соответственно еще он так вот настолько популярная песня что это вообще один из таких знаете классических рэп хитов 90 до о чем же трек ну трек здесь просто гениальное содержание я конечно не знал о чем в 95 когда я прям фанател в этой песне да ну и хорошо что не знал в принципе потому что содержание там отравки о расслабоне о том как можно скинуться попить пивасика и купить себе еще дури ну что-то такое да можете там перевод почитали вообще считается агат файфу нет это такой найти гимн курения травы в общем дал берите детей от экрана у нас короче говоря да но этот альбом настолько культовая эта песня нас зашла настолько в то время что именно вот с этой песни айгат файфан и многие начали именно подсаживаться на рэп вот не исключение один мой знакомый да мы с ним учились параллельном классе и вот его сподвиг сподвигнуло да вот стать вот так слушать рэп это вот лунис айгат файфу нет да и тупак там калифорния лов там по моему вот он прям очень сильно зафанател вообще вот этой темой темы в сайда а этого сайт это полку от калифорния не оттуда вообще ребята вот эти выпустили 4 альбома и вот этот альбом оперейшн стакала у них как бы ну самый культовый ну потому что в нем агат файф он присутствует затем 97 у них вышел альбом уж не помню как назывался lunatic music что такое к сожалению я на него в рэп коллекции своей так и не добрался вот жалко вот хотел бы его иметь на фирменном диске мне нравится там есть как классная композиция just me and you мне нравится вообще альбом хороший да его стоит послушать а вот последующие альбомы я уж не помню даже каких годах они вышли еще два я их и лет ну наверно не я даже по-моему последний не слушал третий не помню точно но это уже было другое время и другой а вот этот альбом альбом за седьмого года такая середина и поздние 90-е да такие уже 97 год но тогда рэп был прямо на пике и все это было мега популярно я вот на эту на композицию альбом вышло два клипа 21 вот они там вдоль тусуются пьют пиво курят траву а второй клип там фишин 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 совместка рака из и фоти там из дру даун и спайс ван там присутствует и варен джи в клипе снялся такой белый фон такие лампы до мигают студийного света и я вот этот именно клип фишин да увидел первый вот транслировали по каналу mc mcm французскому а это был единственный канал который у меня был в 95 году я когда увидел да я уже знал рэп когда я увидел вот этот клип он конечно мне класс меня поразили эти совместки на мелом фоне музыка да ну блин ну круто да но а у моего друга был мтв такие истории жизни сейчас пойду и по мтв крутили наоборот вот первый клип оригинальную версию основную версию клипа но у него не было mcm то есть он видела эту версию я туну потом как-то ему поставим 7 увидел вторую версию а я все гонялся не мог увидеть то мне все рассказывал читал в клипе но потом я увидел и вот тот клип увидел там конечно классно такие там девчонки танцуют там у самих у парней и широкие голубые джинсы это все времена нам 95 год не 14 лет это конечно взрывало нашу детскую психику постсоветскую да когда ни черта не было даже трубы себе нормальные купить не мог во всем мире это все было на постсоветском простое просторе был мой да ну что было то было что имеем то имеем и вот этот альбом я потом его послушал а потом вышла все по порядку да из этого альбом еще вышел второй сингл play hey там вышел осенью мне тоже очень понравился классная песня обе песни мне нравились а вот альбом я уже услышал гораздо знаете позже у нас уже было к это рэп тусовка там кто-то там кал или вот мой знакомый который в параллельном классе учился где-то куда переписал толдал переписал ты прописал мне это анализ перепись 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 один взял у другого все другу там переписали да там ну на кассеты естественно да и дошел этот альбом до меня он мне вот переписал да по-моему вот он был марка если сможете привет короче и мне альбом вообще вот целиком альбом мне не зашел ну чё-то совсем потому что я тогда все-таки уже был я вообще всегда больше была восточной теме у тэнк нас мордить там да и так далее а этот альбом ну аль от файфаных классно плэй хэй классно еще там мне понравилась вторая песня во львове это под зелый дом я до интро классная броук холлус классная песня а вот все остальные чё-то мне вообще как-то мне не вкатили как-то вот ну не зашло короче этот альбом потом стерс не я вроде не стер но не слушал особо так вот плэй хэйт айдат файф перемотал там на одну на вторую послушал и вот так его слушал собственно говоря да но вот потом уже в процессе уже в двухтысячных там в нулевых да вот тогда как-то его скачал думаю еще раз оценить и чё-то как-то он мне зашел я естественно естественно этот диск я купил себе в коллекцию потому что это такое олицетворение рэпа середины 90-х да именно вот такого бессайда ну классный альбом мне сейчас он нравится удовольствием слушаю его давайте я покажу как же выглядел вот этот культовый диск обратная сторона да ну я думаю вы все помните этот клип 95 год парней вообще зовут юг мауф и и забыл 2 блин нигде не написано сначала прочитаю юг мауф точно 2 нам сказал как-то так по моему вот точно не помню же давайте я вам все говорю вот то что помню я не 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 редко когда нам чудо смотрю сейчас уже не до этого так но тут мы что видим видим вот такого презерватива в пистолете образно да все над этим смеялись так ну и вот такой вот буклетик имеет данный компакт я сам посмотрю кстати вот тут написано струда он да и в так же найгод файфу интервекс и был фишин другом ребята они как бы впервые даже засветились еще до выхода альбома до выхода и год файфу именно крепит другом первоначально коллектив назывался луни тюнс да и там они как-то в 93 образовались но вот первый альбом вышел до в 95 кстати вот наравне с ним вот одно в одно время вышла еще одна классная песня она не было настолько мейнстримовый у меня где-то есть диск но я ребята знаете его сейчас не найду в общем в одно хоро книжечка полетела вниз в общем в одно и то же время вышла песня доход группы мэнс клэн крутейшая группа крутейший просто наикрутейший был альбом блин ребята я по-моему показал вот что я вспомнил и сейчас я вот так вот сразу не факт что он вообще здесь в общем он у меня есть но у меня есть в дурацкой версии блин не найти и и вот одновременно были короче популярны вот и вот у нас компанией камеры и агат файфу это композиция группы мэнс клэн да хут вот мэнс клэн оригинальной версии с пятого года альбома у меня тоже нету она очень дорогая очень редко у кого есть вот прям респект да ну вот агат файфуны есть и вот это вот надпись как бы типа знак надпись лунис блин у меня были разрисованы в то время все тетрадки этой надписью да вот типа знаком вот он тут же на диске видео черным лунис да ну потому что айгат файфуны прям рулила еще такую историю вам расскажу да вот тех дней 95 год у нас в школе была радио . что это было такое то есть какая-то коморка там в школе это там поставили куда оборудование радио ну типа аудио до техника и там один пацан такой у нас был в школе и он там с кассет значит врубал на переменках музу ну и как правило это был всякий порожняк лучшем случае это была нормальная попса еще евро дэнсовская да ну сколько там за перемены пять минут там песню там можно было врубить там на большой там чуть побольше да и русская там что-то включали короче говоря и мы вот с этим другом да с моим вот этим в параллельных классах марком мы с ним учились он притащил к сету луниц да я григи говорю давай там вот этому чуваку короче говоря пускай врубит блин нас а я где-то на третьем этаже был это радио . на втором шторе в общем он короче пошел ломал его чувака поставить агат файфуны прибежал быстро на третий на счету лучше ща после этой песни будет и вот это было бомба конечно когда на всю школу да после этой попсы которая там звучала заиграл то музыка агат файфуны да блин это был прям заряд энергии вот до конца наверно дня того школьного я прям до сих пор помню это было круто ну вот так вот мы отрывались да в 90-х кто застал это время на канале наверно большинство моих ровесников они помнят эти времена когда-то мы переписывали переписывали кассеты да вот такие приколы в школе бы но это было круто это было весело это да это не так как сейчас у тебя когда там у тебя есть спотифай и ты можешь вообще чего угодно в принципе включить тогда такого ну это надо было вот чтобы послушать агат файфуны это надо было где-то достать на сборнике эту песню альбом у кого-то достать вот и вот кто-то купил себе пиратскую там да только пиратские кассеты были там один переписал 2 переписал 3 переписал себе вот марта потом он мне переписал вот так вот появлялась эта песня а сейчас конечно да там взял телефон там врубил спотифай чего угодно любую песню хоть youtube вообще бесплатно врубай клип смотри тогда этот клип еще да надо было ждать по телеку клип конечно агат файфуны если не видели посмотрите обе версии ну классно и вообще агат файфуны такая песня я думаю зайдет даже не прям любителям рэпа она достаточно легкая а вот альбом в целом вообще достаточно тяжкий да я говорю он даже мне вот в то время вот мне ну не не вкатил меня сейчас он не слушается нормально но он все такое там и с матом и так ну такое но нормально сейчас он не нравится слушаю вот а вот в то время в 90-е вот целиком целиком альбом не зашел и я думаю вот сейчас среди моих зрителей среди вас кто рэп не любит но послушать агат файфуны посмотрите клипы вы посмотрите еще play hate и посмотрите клип из следующего альбома час меню вот прикольные композиции да ну послушайте песню broke house да классно так медленно на релаксе а вот альбом в целиком ну истинные фанаты музыки конечно могут попробовать осилить данный релиз но чет мне кажется что это будет тяжело и вам не шибко понравится но тем не менее это классика вот классика 90-х такая же классика за кулио гэнс из продайс да из рэп-музыки да или как mc хаммер you can touch this но mc хаммер you can так кстати да меня же тут спрашивали там давай лёха там mc хаммер ванилла айс и вот кто-то из вас из постоянных зрителей дописал лёха рэпер я думаю если будет mc хаммер то будет типа и альбом не 92 года с первым годом да кинтаж вот точно вот реально а ванилла айс у меня кстати нету а потому что ванилла айс ужасный альбом айс айс бэйби и еще там была ниндзя рэп до песни как только там вошла в саундтрек там фильма не через черепашка вторая часть а вообще-то это блин это такое не рэп фигня какая-то реально мы даже в те времена но айс айс бэйби ну окей да ну больше там ничего не вкатывал а скажем mc хаммер you can touch this ну нормально из этого альбом еще нормально была композиция pray а вот если из моих любимых альбомов mc хаммер это точно да это альбом 94 или 93 года помню 4 да я еще на каком-то стриме ставил оттуда песню забыл к называется блин что-то с памятью ребята надо больше магния пить или что там у нас для памяти забыл реально ну ладно не суть вот-вот но но сказал человек написал в точку до что у меня даже грёд ванилла айси нету и покупать его точно не буду это пустая трата денег ну чисто если там за за бакс где-то там найти за еврик ну окей дороже ну блин даже не охота настолько там никакой альбом ну да можно иметь как классика да там 90-х начала но он будет на полке пылиться вот сто процентов да даже mc хаммер лучше ванилл айс совсем никакой а вот лудис да это уже такой прям рэп-рэп с него в принципе как и многие начали подсаживаться на рэп с этого альбома и он такой вот именно вот знаете настоящий рэп который зашел в мейнстрим и в чарты вот это у них очень хорошо получилось так же как у кулиу да там берем с радость уход классная композиция главного кулиу есть обзоры листайте вниз я нигде не здесь не здесь не здесь не тут ничего не буду прикреплять да а вот именно вы полистайте посмотрите что еще есть на канале также интересный такой диск не ленитесь да ну вот такой вот сегодня еще раз вам покажу чуваку крутые чуваки свой сайда о вест коз короче говоря вот такой видос я что-то меня такое настроил так рыбачок сейчас послушать да эти дни и вот я думаю сейчас вот обзоры так вот на эту тему вот пойду да на рэперскую но уж не обессудьте у меня до коллекции такая вообще надо еще осол поговорить что-то мы давно с вами о соул музыки не говорили я как-то делал обзор на бренди потом на певицу мая по моему и все больше ничего не было точно не помню а там очень много классных релизов да те же бойство мэна которых мы не говорили джо висе классная группа которая всем рекомендую послушать до амарайке еще говорили но она сегодня все такой видос для вас в среду надеюсь понравится понравился посмотрели лайкоса заряжайте подписывайтесь обязательно на канал до сих пор все смотрят ну 90 80 процентов там смотрят без подписки еще не знаю как это происходит давайте давайте подписывайтесь ставьте лайки подписывайтесь на инстаграм все в описании заходите в группу фейсбук все в описании к этому видео да можете даже канал поддержать ссылка тоже на поддержку вашу до в описании надеюсь я вас в среду зарядил таким позитивом в сейчас выложу вот сразу видео с утреца ну как то так ребята так что давайте смотрите ставьте лайки ну и всем хорошего дня но пока все пока